Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда, 20 декабря. Вот уже Новый год наступает на пятки и на другие места. И какой же новогодний стол у нас без рыбы? Рыбу у нас любят, рыбу у нас почитают. Все поголовно лица мужского пола считаются знатоками мирового уровня в области рыбы. Но многие не знают тех аспектов, с которыми связано регламентирование, пользование рыболовства, разведение и прочих таких составляющих. Пользуясь моментом, я хочу сказать, что рыбы будет много. На специализированной ярмарке рыбы Якутии, которая откроется на Комсомольской площади 23 декабря. И гарантируем, что новогодний стол всех якутиан будет с этим замечательным продуктом рыбы. А мы сегодня поговорим о рыболовстве. Добрый вечер все, чуть было не сказал гости, участники программы. Я понимаю, что здесь вот такое, судя по ранжиру, судя по составу, люди, которые съели не то что мешок рыбы, наверное, там по 16 мешков некоторые. Кое-кто и контейнерами, наверное, все-таки этот продукт переработал. Но если чуть посерьезнее, давайте мы начнем с того, каково же состояние рыбохозяйственного комплекса республики на текущий момент получается. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В соответствии с федеральным законом номером 52 о животном мире, некоторые полномочия переданы, вопросов по регулированию и организации рыболовства переданы субъектам Российской Федерации. И в соответствии с федеральным законом номер 166 о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, мы в своей работе руководствуемся этим законом. И сегодня конкретно регулированием и организацией рыболовства в Республике Саха-Якутия занимается Государственный комитет Республики Саха-Якутия по делам Арктики. Ну и если говорить о состоянии рыбохозяйственного комплекса, можно коротко сказать, что сегодня у нас работает в отрасли 1300 человек приблизительно. В сезонное и летнее время даже это увеличивается число. Даже приезжают других регионов России работать по договорам, наймам. Сегодня у нас действует наш республиканский оператор, который владеет двумя крупными нашими кораблями. Это рефрижераторные теплоходы «Магдебург» и «Мальчиков», которые два этапа у нас в летнее время вывозят рыбу с северных арктических угусов. В Республике Российская Федерация нам где-то выделяет 9800 тонн рыбы. Из них 7500 тонн – это промышленная квота. Ну и есть у нас некоторая часть – это объем коренным малочисленным народам севера, плюс научная квота и спортивно-любительская рыбалка. Тут ремарочку сделаю. 7500, да? 7500 – это промышленная. А в советское время какова была квота? Квота в советское время не было, но, скажем так, мы опять к знаковому рубежу подходим. Максимальный вылов в Республике был в 43-м году. 15800 было поймано, 15800 тонн рыбы. Но это был 43-й год, когда, скажем так, о сохранении запасов никто и не думал. Все для фронта, все для победы. Рыбы хватило на, скажем так, три года. Уже в 43-м было 16, ну практически 16 тысяч тонн. В 44-м уже пошел спад, скажем так, где-то в конце 40-х уже заводы закрывались. И в 50-м году вылов упал до 3000 тонн. То есть подорвали запасы за военные годы. После этого был сложный долгий подъем восстановления запасов. Следующий максимальный пик это 85-й год, 9 тысяч тонн было поймано. Самое большое, послевоенное. После этого в связи с разрухой и, скажем так, отвратительной организацией промысла вылов упал для 3000 тонн. А сейчас мы поднимаемся до 5. На настоящий момент 4780 тонн поймано. То есть отведенная квота, ну какая-то определенная процентовка только выполняется. А с чем? Ну, осваиваем где-то мы от общей квоты 70% и более. А с чем это связано? Какие трудности возникают перед рыболовецкими хозяйствами? Ну, прежде всего, трудности, мы думаем, это логистическая наша схема. Да, это в среднем у нас до рыбопромыслового участка, это 2000 километров от города Якутска. Плюс это мы рыбачим, ведем промысел исключительно экстремальных условий. Это летом, значит, штормовые погодные условия, зимой, вы сами понимаете, холод там и так далее. Ну и, конечно, дороговизна ГСМ, горючих смазочных материалов, запчасти, в общем-то и логистика. И сегодня люди даже от того, что иногда зима к нам приходит очень поздно, возят с рыбопромысловых участков до районных центров, до наслегов, на буранах и так далее. Выловленная рыба практически лежит на местах. Вот с этим вывозом у нас, конечно, очень большие трудности. То есть, глупо сравнивать, наверное, Якутию с каким-либо прибрежным государством, которое занимается ловлей морепродуктов, да? У них, получается, вот вышел работник на моторной лодке, допустим, море, отловил определенное количество, привез, сдал на рынок. Наверное, поэтому у нас нет специализированного рыбного рынка до сих пор. Да, пока у нас такая транспортная инфраструктура, как сегодня, мы не имеем возможности привезти свежую рыбу к столу, к примеру, или к реализации. Прямо в центр нашей республики, город Якутий и другие большие города, республики. Пока не можем. Пока не можем. А все-таки меры, наверное, государственной поддержки какой-то оказываются. Вот давайте немножко основимся вот на этих мерах. Давайте. Вот наша главная задача последние годы, года 3-4 назад, мы для себя поставили о том, чтобы повысить качество улавливаемой рыбы. То есть, мы в течение трех лет ввели 90 объектов производственного назначения. Это холодильные установки, это шоковые заморозки, это на всех четырех магистральных федеральных реках мы поставили модульные рыбные цеха для первичной переработки. То есть, для глазирования и так далее. Давайте включим видео. Вот тут у нас есть нарезка такая. Пусть она фоном идет. Да. И по сравнению с 2008, 2009, 2010 годами у нас сегодня летняя рыба приходит уже в другом виде. И вот судя по ярмарке, которую мы провели в октябре месяце, когда корабли два этапа у нас завезли более 800 тонн нашей летней заготовленной рыбы, вот эта рыба как бы реализовывалась на ярмарке. Вот. Эта ярмарка, ну, как мы говорим, она в плане проводится по обеспечению доступности нашей рыбы для населения республики, для населения нашего столицы. То есть, вы гарантируете, вот как то, что на ярмарке рыбы Якутии, которая 23-го ожидается, цены будут ниже, чем на рынке, да? Гарантируем, да. Гарантируем. И не секрет, сегодня рыба на рынках города Якутска, она стоит, ну, от 700 до 800 до 900. Ну, конечно, она градируется, да, вот. Рыба после, как бы, трех килограмм, она ценится выше и до двух килограммов и так далее. И на этой ярмарке наши будут участвовать непосредственно рыболовецкие хозяйства, непосредственно наши Туймада-Гроснаб, которые увозят самолетами, да, которые называются у нас зелеными, туда овоща, оттуда рыба промысловая, ну, вот подлёдная рыба. И мы надеемся на то, что у нас будут и оптимальные цены для того, чтобы обеспечить доступность её. — Хотел бы, Николай Алексеевич, всё-таки, вот прежде чем попасть к нам на стол, да, рыба какие этапы проходят? Вот вы как главный среди рыболовецких хозяйств. — Ну, во-первых, если это летняя рыба летнего улова, значит, её нужно в течение очень быстрого времени, после вылова направить вот в холодильники, в ледники, который вот сейчас, это ледник демонстрируется. Здесь холодильные машины стоят в этом же леднике, которые поддерживают нужную необходимую температуру. Значит, отдельно стоят, вот как показывали, для заморозки брикетированной рыбы. Значит, то бишь, как можно быстрее после вылова рыба должна попасть в максимально низкую температуру. Заморозится, тогда будет её качество. — Поделитесь ещё какими-либо секретами о том, чтобы вот ко мне на стол попала именно свежая, именно вкусная, именно здоровая рыба. Давайте, наверное, у вас есть всё-таки. — Да никаких секретов особых нет. — Значит, единственное, что... — По глазам вижу, что есть. — Чем больше, вот сейчас Иван Петрович здесь отметил, что действительно последние три года очень много внимания уделено модернизации обработки рыбы после вылова. Значит, вот поэтому сейчас, я думаю, по вот этой ярмарке октябрьской, люди, которые покупали, было продано около 50 тонн рыбы, значит, за два дня. И люди, которые приобрели, они должны были почувствовать разницу в качестве рыбы, которая там два года назад продавалась. Значит, ну и, соответственно, в основном так. Значит, самая качественная рыба — это рыба, выловленная подо льдом. Ну, условия её вылова, соответственно, ну, в два раза как минимум тяжелее и сложнее, чем по открытой воде. Вот. И более затратная. Соответственно, она и будет дороже стоить. Значит, ну вот сейчас, допустим, есть тут у нас организация, которая занимается перевозкой рыбы, не только рефрижераторами, вот, но и самолётами возят сейчас. Вот у них будет чир на ярмарке по цене 480 рублей. Значит, цена есть рыночная, ну, которую мы не в состоянии регулировать. Они купят, вот рыбак получает, к примеру, от 300 до 350 рублей за подлёдную рыбу. Ну, не рыбак лично, а хозяйство, для того, чтобы развиваться, там, соответственно, платить налоги. Вот. На рынке она становится почему-то 700, 800, 900. Ну, мы тут не в состоянии контролировать. Давайте человек, который непосредственно занят, вот, транспортировки, скажем, да, первичной, возможно, даже какой-то обработки. То есть, вот, летнее время рыба попадает в морозильники того же Магдебурга и второго теплохода, да, мальчика? Да, у нас, получается, лето работает. Вот, соответствует, Павел Петрович, соответствует ли вот эта цена, вот сейчас, которая стоит, да, но сейчас не лето, конечно, соответствует ли вот эта цена, ну, заявленная? Ну, цена – это вообще инструмент, который должен удовлетворять и потребности и покупателя, и продавца. То есть, получается, я вот думаю, сейчас вот то, что на рынке рыба продается за 700 рублей, она как бы, как обоюдный меч, она ударяет по потребителям, потому что рыба становится недоступной, и при этом по рыболовецкой организации, потому что они меньше сдают рыбу. А самое сложное – это организовать вывоз рыбы, потому что, вот, допустим, покупая подлёдную рыбу, мы с населённых пунктов везём буранами. То есть не мы, а хозяйство нам доставляет буранами, всё это накладывается на цену. Летом, допустим, очень много участков, вот, допустим, на реке Лена, расположенных там в расстоянии, там, один, два, четыре километра друг от друга, их там больше 16, вот, на маленьком участке, и вот оттуда нужно ежедневно вывозить. А потом же у нас участки какие, ну, они же островные, и получается, там вот, допустим, как в Уссианском лусе, там не получится организовать летних, допустим, да? То есть нужно, чтобы теплоход подходил, рыбаки вытаскивают сети, вот, ровно как в видео, и, получается, загружают прямо на рефрижиатор. А потом, допустим, вот рыболовецкий совет прошёл, да? То есть, получается, рыба, она не стоит на месте. То есть если сегодня организовать базу и ловить рыбу в определённом месте, то не факт, что в следующем году рыба на этом же месте снова возникнет, то есть появится. Поэтому то, что вот теплоходы собирают рыбу, это логично, потому что они мобильные, и по цене они намного дешевле. Нам большую поддержку оказывает и Государственный комитет по делам Арктики, и наш ведомственный Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики. В части вот организации вывоза. Ну и при этом мы сами не стоим на месте. То есть у нас есть видение, как расширять свой флот, допустим. Хотим в следующем году ещё один теплоход запустить реф-контейнерами, чтобы он к берегу подходил, это было бы очень удобно. А порей спускается, и можно на подресциклах завозить рыбу. А потом, получается, у нас, вот у Николая Алексеевича в прошлом году, точнее, летом, в прошлом навигации, отмечали День рыбака, да, получается. И мы там видим, всё это влияет на рыбу, получается. Они там выезжают летом, живут, организуются поселения, участвуют в табабастах, там вообще работают учащиеся детского лагеря. Участвуют какие-то рыбы, механизированные вылов, допустим. Кто как организует рыбалку, но при этом цена, она должна быть одна. Я считаю, что неправильно, когда вот некоторые хозяйства, продавая рыбу там на местах, они ориентируются по цене рынка здесь, розничного рынка здесь. И тем самым, получается, это ни к чему не приводит. Сами по своему карманы имеют, да? Да. И самая уникальность рыбы, да, потому что рыба же, она актуальна в последнее время, то есть как якутский бренд, вот якутская рыба, да, и она как бы удешевляет с собой стоимость перевозки вообще. То есть, получается, раньше, если шли машины пустые с овощами, с картофелем, продуктами питания, то сейчас вот есть возможность у хозяйства купить рыбу и обратно вывезти. То есть, если, допустим, до поселка Батага и Верхоянского улуса у нас на один килограмм, допустим, расчетом 25 рублей, то сейчас уже 12,5 рублей, потому что есть обратный вывоз, допустим, мяса. Экономика, экономика. Хорошо. Вернемся еще потом, чуть попозже к экономике, все-таки к правилам, да? Вот у нас целые, скажем так, рыболовство, на самом деле, это очень и очень зарегламентированная отрасль. Есть целое законодательство по рыболовству, есть правила рыболовства. Все-таки комментарий от федерального лица. Ну, скажем так, насчет зарегулированности рыбной ловли, смотря с какой точки зрения посмотреть, да? Вот давайте сразу отличать. У нас есть несколько видов рыболовства. Есть промышленное рыболовство, которое для коммерческих целей производит солов. Да, здесь довольно сильная регламентация. Необходимо, тем более, у нас есть ценные виды, на которые устанавливается аду. Чтобы их добывать, необходимо иметь доли квот, необходимо иметь рыбопромысловый участок, отчитываться и довольно жесткий контроль. Есть у нас виды, которые называемые неадуемой. Это части карась, щука, окунь. Здесь заявительный принцип. Приходите в Госкомартику, заявляете, сколько хотите поймать, заключаете договор и вперед на водоем. Ну, естественно, тоже отчетность, контроль. По любителям. По любителям у нас самое, скажем так, лояльное правило для любителей. Если, тем более, ловить не сетями, то на водоеме, в принципе, с удочкой, со спиннингом, ловите где хотите, что хотите, ну, за исключением осетра, муксуна, ценных видов нельмы, необходимо взять лицензии. Все остальное свободно ловите. Тем более, скажем так, вот сейчас планируется законно ввести норму вылова, что действительно реально надо делать. У нас в последнее время очень развился любительский лов спиннингами. И, скажем так, любители спиннингами вылавливают больше, чем любители сетями. Сейчас уже реально такая ситуация. Количественные. А для этого вообще какие документы требуются? Для того, чтобы ловить спиннингом? Никаких. Никаких. Абсолютно. А для себя вот сетями? Для себя сетями. Вот сетями здесь несколько сложнее вариант. У нас, когда вышел закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, то любительское рыболовство зарегламентировали маленько под западный манер. Что это вроде как оказание услуг. И для того, чтобы человек мог ловить сетями, он должен ловить на участке, которая берет под себя коммерческая структура и оказывает услуги. И в том числе по вылову сетями. И получилось так, что были определены участки для любительского спортивного рыболовства, которые выставлялись на конкурсы. Их должны были выиграть организации, которые уже потом частникам выдают путевки. Соответственно, на этом у нас прибыли никто не получше. У нас получилась система такая, что участки есть, а желающих приобрести эти участки нет. В результате, скажем так, долгих переговоров, вот у наших правилов внесли изменения еще до выхода закона о любительском рыболовстве. И у нас сейчас опять участки по северам, по крайней мере, где-то наиболее актуально. На севере там, скажем так, там не то, что любительское, не коммерческое, там потребительское рыболовство ловит для личных нож покушать. Вот там введены опять эти участки, где можно без всякой лицензии ловить рыбу сетями. В дальнейшем, ну, к сожалению, вот длится уже долго, лет пять, пытаются принять закон о любительском спортивном рыболовстве, где четко прописано, что лов сетями гражданам осуществляется в районах Крайнего Севера и Сибири. Свободно, единственное, значит, бирочку на сеть вешаете, чтобы она, учет сетей тоже нужен быть, потому что, скажем так, ограничивать количество выловленной рыбы нужно всегда, иначе останемся без рыбы. Хорошо. На самом деле очень интересно, еще раз говорю, кроме зарегламентированности, это, конечно же, отменные потребительские свойства рыбы, особенно якутской рыбы. Вот как Павел Петрович сказал, как бренд якутской рыбы состоялась в последнее время. И мы вернемся к нашему очень интересному разговору сразу после рекламной паузы, который неизбежно, конечно же, в самый интересный момент наступает на канале НВК. Смотрите. Хорошо, конечно же, если бы здесь стоял запах рыбки, но ладно, после продовольственной ярмарки, которая 23 декабря, рыба Якутия называется, на Комсомольской площади состоится, у каждого в доме будет стоять вот этот вкусный очень запах, да. И Павел Петрович не даст мне соврать, я очень много занимался темой и по Арктике, и по рыболовству как таком, как источнику доходов местного населения в арктических улусах, да. Это тоже нужно затронуть. И там многие жители задавали вопрос, вот не зови их ленду, ну, начиная от Жиганска, да и до Булунского. Снижение количества омуля, с чем вот это связано, как наука на это отвечает, и вообще, какими принципами вы руководствуетесь при выделении? Вы же, получается, на основе своих изысканий выделяете квоты, давайте. Так, по омуля, да, реки Лена? Омуля есть, изменились условия ее обитания. Вот, по сведениям Гидрометслужбы, у нас сток реки Лена увеличился на 19,2%. Это примерно по объему составляет где-то около трех вилюйских водохранилищ. Что это несет? Как мы знаем, все наши ценные рыбы, полупроходные, анодромные, они нагуливаются в приморской зоне, да, где вот вода, пресная вода, смешиваясь с морской, образует достаточно такую богатую среду, где развивается корм рыбы. Вот, сейчас из-за того, что сток увеличился, отодвинулась эта, как бы, кормовая зона рыбы. В результате что получилось? То есть рыбаки стоят на старых местах, рыба от этих мест отошла, и в результате у нас получается так, что рыбаки бьют тревогу, что у них рыбы нет. Рыбы нет. Ну рыба есть, но она ушла на новую, скажем так, да? Сейчас наши ребята работают, научные сотрудники. В порядке эксперимента мы решили от старых мест, где стоят сети, отодвинуться на 30 километров в сторону моря и там провести облов рыбы. Что это показало? Это показало, что вылов омуля на одну сеть увеличился в 5 раз, муксуна в 2 раза. И изменилась доля в уловах. Если раньше омуль в уловах составлял около 30%, сейчас он в этой удаленной зоне уже составляет 70%. И, соответственно, 30% уже муксуна. Это просто как раз и говорит о том, что рыба отошла, и как раз наши вот эти исследования зафиксировали этот факт. Филипп Николаевич, все-таки вопрос. Поскольку вы главное, получается, в научной базе вот этого вопроса, вот эти 7,5 тысяч квоты, это мало или много? Ну, 7,5 это вылов. Мы даем около 10. Около 10. Около 10 прогнозов идет. То есть, соответственно, идет достаточное неосвоение. Но тут нужно смотреть. Неосвоение идет именно по так называемым неодуемым видам рыб. Это вот как Олег Витальевич сказал, это карась, щука, налим, ну и другие частиковые виды. То есть вы учитываете все виды, как бы скажем. Да. У нас идет расчет по всем единицам запаса. То есть, например, ряпушка Яны, ряпушка Лены, это разные единицы запаса. Мы по каждой единице рассчитываем свой прогноз. Свой прогноз. Хорошо. И если вот, смотрите, ближе к науке, да, есть предприятие, которое занимается, ну, компенсационным механизмом, да, но не получается, что вот они отлавливают, а вы компенсируете. Единственный в республике рыбоводный завод, да, получается, Чернышевский рыбоводный завод на территории Миннинского района. Он действует. Давайте вот немножко о вашем предприятии. Ну, ГУП Чернышевский рыбоводный завод расположен на берегу Вилюйского водохранилища, ниже каскада Вилюйской ГЭС. Завод построен в 71-м году. С 71-го года мы занимаемся искусственным воспроизводством водных биоресурсов на территории республики. Так как республика у нас является промышленной, очень много хозяйствующих субъектов, которые работают на водных объектах, отважен механизм возмещения вот этого ущерба водным биоресурсам посредством выпуска водных биоресурсов. В данное время мы занимаемся тем, что хозяйствующие субъекты, все крупные предприятия, недропользователи, которые работают на водных объектах, они встают в план искусственного воспроизводства, который ведет Росрыбоводство. Там делается расчет ущерба, какой ущерб был нанесен водным биоресурсам, какое количество рыбы надо выпустить. После этого мы заключаем с ними договора на выпуск уже водных биоресурсов. В настоящее время рыбоводный завод специализируется на выпуске пеляди, ряпушки, но в планах мы хотим расширить видовой состав выпускаемых видов и отрабатывается механизм расширения географии зарыбления. В этом году мы зарыбили Вилюйское светлинское водохранилище, ряпушкой зарыбили бассейн реки Лена в размере 6 миллионов. Этот выпуск был проведен по субсидии, 4 миллиона пеляди было выпущено также по субсидии республики, и 14 миллионов 770 тысяч – это выпуск за счет хозяйствующих субъектов. План воспроизводства, который, хозсубъекты, все, кто встает, мы 100% зарыбляем полностью, удовлетворяем всех. То есть еще нет организаций, которые обратились, и кому мы не зарыбили. Но это, скажем так, заявительного характера. А для республики, товарищ Карифей, все-таки подобных заводов, подобных учреждений сколько примерно необходимо, чтобы содержать баланс? Когда был план развития нормальный в советское время, рыбного хозяйства планировалось в Якутии построить как минимум 5 таких заводов. На каждой реке по одному, на Лене два. Но, к сожалению, стоимость таких заводов очень велика. Последний завод построенный, это Ханты-Мансийский, он обошелся в миллиард. У нас осязаемых таких планов нет, да? У нас миллиарда нет. Есть в планах. Даже участок отведен уже. И мы изыскиваем средства для проекта, чтобы оформить как положено и уже искать инвесторов. Хорошо. В планах есть. Я затрагивал уже тему Арктики. Все-таки рыболовство для многих жителей как раз арктических улосов является традиционным видом. Традиционным способом, грубо говоря, не прожить им без этого. А вот в этой части какие-либо нюансы есть или нет? Ну, скажем как, если взять традиционное рыболовство именно коренных малочисленных народностей Севера, то здесь вообще вопросов нет. Они на местах кочевья, стоянок и прочего могут ловить без разрешения и, собственно говоря, без соблюдения нормы вылова. Такая оговорка есть. По поводу остальных жителей Севера, вот я про что и говорю, мы ждем выхода о законолюбительском рыболовстве, где прописано свободное применение сетей для... Ну, единственное, что бирка на сеть будет вешаться, собственно говоря, все. Другой вопрос это северяне. Есть у нас, скажем, центральная Якутия, где мунха, наиболее распространенная карась. Ну, с карасем тоже все довольно просто. Есть два варианта добычи карася, скажем так, да, традиционным методом. Первый – это на изолированных карасевых озерах, ни за кем не закрепленных, 100-метровым неводом можно без разрешения рыбачить. Но, скажем так, тут есть проблемы, потом с вывозом могут тормозить рыбу и на ГАИ в местах и всех прочих. И, скажем так, определять, изолированное озеро или не изолированное. Самый простой вариант, которым сейчас пользуются. Так как это неадуемый вид, заявительный принцип, приходят в Госкомартику, заключают договор на вылов карася стоимость 10 рублей тонна, собственно говоря, чисто номинально. Получают у нас разрешение, и вперед совсем никаких проблем. 10 рублей тонн? Да. Так, у нас кто последний раз был на крестьянском рынке? И там вот эти вот стоят товарищи, которые Низелинские караси, Кобяйские караси, всевозможные караси. И там отнюдь ценообразование не напоминает эти 10 рублей за тонну. Но это получается промышленный все-таки. Да, это в принципе промышленный. Это промышленный. Это промышленный. Вы хотите сказать, что там на крестьянском рынке все стоят лицензиаты, да? Конечно. Да. Которые имеют право продавать. Ага, то есть не те, которые под видом для себя, а потом уже... Нет, здесь видите, в чем проблема. Скажем так, у нас совместно с МВД, вместе с Роспотребнадзором, ветеринарами проходят постоянные проверки. То есть, если мы выявляем рыбу перевозимую или продаваемую, тем более без документов, подтверждающих законность добычи, мы рыбу просто-напросто изымаем в доход государства. А еще на этих товарищей могут возбудить уголовное дело. За карася? За карася. Вполне. Все зависит от объемов. Рыбка не вполне безобидная, да? Нет, все зависит от объемов. Если поймать много карася, то на уголовное дело можно наловить. Но все-таки у нас культивируется же подледная ловля, та же МОНХА, да? Чем больше МОНХА, тем, скажем так, статуснее и так далее. Вот с этим как быть? Получают ли муниципалитеты, наслегают и так далее? Нет, я про это и говорю. Всегда в таких случаях есть организатор. Вот этот организатор заключает в госкомартике договор, заявляет количество рыбы, которое ему надо, заявляет озера, где он собирается ловить. Получают разрешение, ловят, а вот те же самые 10 рублей тонна, ловят, а потом делят эту рыбу между всех. Короче говоря, они собственники этой рыбы, и дальше что хочу с ней, то я хочу продаю, хочу сам еду. Очень простой механизм. Очень простой механизм. Приходит заявление, пишет, мы не имеем права от кого. И причем люди уже защищены со всех сторон, то есть никаких проблем у них ни с кем не возникнет. Отлично. Но все-таки вы упомянули такой сужающий момент, да? Вот вешается бирочка на сеть. Это будет в будущем. Будет в будущем, да. А как рыбаки отнесутся к этому, что каждую их сеть будут, скажем так, регистрировать как охотничьего оружия? Нет, здесь вопрос вот в чем, что если сеть стоит в зоне рыбопромыслового участка, то там не надо вешать. Если эта сеть стоит в зоне любительского рыболовства, там где разрешена добыча рыбы коренным малочисленной народностью севера, ну там на севере очень много других национальностей, значит, которые, ну так скажем, не подходят под статус, да. А прожили там, ну по 30, по 40 лет, значит, их как? Значит, вот поэтому и ставится вопрос. Бирочку прицепил, значит, поймал рыбу, и рыбинспектор приехал, проверил, значит, и вопросов никаких не возникло. Нет, здесь, понимаете, бирочка, она, собственно говоря, не то, что бирочку там на это повесит, поймите, это опять возвращаемся к тому, к регулированию промысла. Если просто разрешить всем подряд устанавливать сети, да, мы не будем знать, сколько стоит сетей, мы не будем знать, сколько вылавливают. Скажем так, в принципе, априори полагается, один человек, одна сеть. А когда, у нас люди возле сетей не сидят, приезжает инспектор на водоем, стоит 20 сетей, а чьи они, возникает вопрос, есть тут 20 человек или нет. Любой человек может хоть 100 сетей выставить, а мы об этом не узнаем, то есть пойдет перелов, подрыв запасов. Когда на одного человека выдается одна бирка, он в любом случае на водоем будет ставить одну сеть. Он ничью может менять, то есть это переставлять, но сетка будет ставить одна. То есть это ограничение промысла, это сохранение запасов. Давайте коснемся к такой вопросу. Вот регион, да, огромная территория и так далее, и так далее. Вот из выловленных на всей этой территории рыбы, сколько остается вот на самой территории, да, и сколько вывозится за пределы? Какой процент мы опотребляем сами, и какой процент идет дальше? Мы где-то в среднем вылавливаем около 5000 тонн. Полторы тысячи тонн у нас глубоко перерабатывается здесь, в городе Якутске. Десятки там перерабатывающих предприятий, они перерабатывают около полторы тысячи. Ну и в сыром виде продаются, реализуются внутри республики, ну где-то, скажем, двух с половиной и так далее. И остаток у нас уже где-то полторы тысячи тонн, оно вывозится за пределы различных субъектов Российской Федерации. Сегодня вообще очень многие регионы выкупают у нас рыбу, потому что где-то в определенных территориях она вообще запрещена. Муксун запрещен, белорибцы в основном запрещены. Сегодня приоритетное направление это развитие товарного рыбоводства. Сегодня в России аквакультура как бы впереди вообще во всех территориях субъекта Российской Федерации развиваем товарные, чтобы сохранить водные и биологические ресурсы. Запас сохранить. И, в общем-то, Якутия сегодня единственный регион, где в арктических и северных лусах разрешен лов сетными орудиями, да, вот, любительской рыбой, спортивной. Это в семи у нас арктических лусах. А в остальных регионах везде запрещено. Пока. Иван Петрович, все-таки Новый год опять же вот наступает, да, не только с рыбой на столе, но итоги давайте вот как руководитель направления подведите немножко, и мы будем закругляться. Ну, сегодня, в общем-то, рыбохозяйственному комплексу республики очень многое делается. Сегодня проводится техническая модернизация производственных объектов. Сегодня рыбохозяйственным субъектам выделяются субсидии из республиканского бюджета. Это на возмещение транспортных расходов, на приобретение техники вездеходной. В этом году даже мы приобрели для рыбаково-усианского луса судно, значит, которое будет возить в рыбопромысловые участки, значит, рыбу, выловленную рыбу. Вот, сегодня, если смотреть и сравнивать, значит, освоение квоты, мы и плановый вылов рыбы, мы опережаем график на 14%. И прогнозно мы думаем, что план этого года мы выполним на 100%. Вот, и сегодня наши рыбаки, несмотря на природно-климатические трудности, трудятся, ищут рыбу. Ну, и, в общем-то, и у нас очень много предприятий, ведомств и организаций занимаются вообще рыбохозяйственным комплексом. И все стараются помогать, учитывая то, что сегодня, конечно, заниматься промыслами и так далее, есть свои определенные трудности. Но, несмотря на это, мы идем вперед, имеем планы на будущее, да, вот, и, в общем-то, будем заниматься экоаквакультурой. С 2019 года у нас должно пойти это дело уже реализовываться в натуральном выражении. Вот, сегодня у нас планы, сегодня у нас это, но с 2019 года мы уже должны развивать товарное рыбовство. Ну, и в преддверии Нового года я хочу пожелать всем нашим рыбакам, нашим заинтересованным лицам, потребителям, что мы все-таки проведем нашу ярмарку. 23-го приглашаем всех посетить, приобрести хорошую, добротную строганину для Нового года, пожелать вам счастья, крепкого здоровья, значит, чтобы исполнялись ваши планы. Спасибо большое. Спасибо. И, как все-таки нам обещает представитель науки, да, есть еще потенциал, скажем так, того, что рыбы на наших столах, на наших рынках, на наших перерабатывающих предприятиях во всевозможном, скажем так, ассортименте видов будет больше. И всего этого я хотел бы еще раз пожелать и нашим телезрителям, которые, несомненно, являются первичными, во-первых, потребителями, во-вторых, ценителями вот этой вкусной, очень полезной, очень питательной, очень питательным видом продукта, который, ну, еще раз говорю, какой Новый год без строганина, какой Новый год без индигирки. Побольше вам рыбы, побольше вам рыбы по жизни тоже. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин